Мы находимся на главной центральной улице нашего города, на Дерибасовской, в преддверии такого большого праздника, как 24 августа, День независимости. Мы хотим узнать настроение одесситов, а также гостей нашего города. Что для вас сейчас День независимости? День независимости – это, прежде всего, наше единственное национальное свято, потому что вот сейчас мы поняли, насколько для нас важна цена независимости, потому что есть у нас враг, против которого мы должны бороться. Это, насамперед, наша идентичность, это, насамперед, вишиванка, прапор, и в души патріотизм, национализм, и гордость за свою государство, гордость за то, что мы стали трошки кращими в некотором плане, трошки изменили свой менталитет. Мы тут, в Одессе, вперше, и мы очень рады, что и вона изменилась, напевно, стала больше патріотичной. Мы из Беларуси, у нас страха нет за свою страну, а за Украину появился страх, чтобы… Мы ее настолько любим, мы ее не покидаем много лет, и каждый год сюда приезжаем. Муж мой из Белой Церкви, поэтому для нас Украина – это вторая родина. Хочется, чтобы здесь был мир, а вообще гордимся вами. О, это хорошо, это приятно. А вообще, Одессе – это прелесть. Здесь только наслушаешься, когда идешь, настроение поднимается. Совсем другое. Анекдоты? Нет, не анекдоты. Ну, например, вот сейчас фраза. Вы знаете, он вас не слышит, он, кажется, от своего ремонта стал беременным. Это чисто одесский юмор. Вот поэтому, чтобы этот юмор не иссякал, а чтобы улыбки не сходили с ваших лиц. Что вы делаете 24 августа? Ну, у меня маленький ребенок, поэтому, в общем-то, мы будем гулять на свежем воздухе. Как вы считаете, вот детей сейчас нужно как-то по-другому воспитывать? Конечно, они должны знать нашу страну, быть патриотами нашей страны. Что вы бы хотели пожелать нашим чиновникам в преддверии этого праздника? Я бы хотела им пожелать минимальную зарплату и минимальную пенсию, чтобы они сумели это прожить и доказать, что они могут не только жить на большую зарплату и пенсию, но и на маленькую пенсию и зарплату. Вы гости города Одесситы? Да, Санкт-Петербург. Вот я знаю, что россиян немного запугивают перед путешествием к нам сюда, в Украину, и что якобы здесь плохо принимают туристов из России. Это правда? Разве это звук или нет? Да, ну, ерунда это все. То, что там кто-то где-то с кем-то не поладил или кто-то с кем-то нагнетает обстановку, ну, как бы, ну, вот я простой смертный, я ехал сюда и никого не боялся. То, что там мне сказали, что здесь, ну, какие-то агрессивные действия ведутся, ну, не заметил. Не было никаких проблем? Не-не-не, все супер. То, что я вижу вот за эти дни, которые нахожусь здесь в Одессе, мне все нравится, жизнь налаживается. Америка? Hello! Америка. Америка. Что нам скажет Америка? Меня зовут Скотт, живу в Чикаго, и это моя шестая-то в Одессе, и я здесь, buscando дом, что-то серьезно. Пожалуйста, подожди? Мне дают какой-то кулечек. Знаете, мне кажется, что нежелательно его брать. Что вы сейчас знаете по-русски? На здоровье! Я не понимаю, я говорю по-русски плохо, но я люблю Украину. Киево-то хорошо, Киево-то хорошо, но Одесса – это лучшая город в мире. Одесса. Я люблю Украину и Америка, но я люблю Одесса. И я буду купить квартиру здесь. Америка любит Украину, и это, по-моему, самое прекрасное. Спасибо большое. Спасибо! До свидания! Супер! Порофы! Спасибо!